МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Доходы и расходы муниципалитеты должны думать о пополнении местного бюджета. Информатизация и туризм. Кабинет министров Чуваши рассмотрел актуальные вопросы. Эх, тачанка, ростовчанка, в Чебоксарах появился новый арт-объект. Вопросы повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в местных бюджетах обсудили в Доме правительства. В непростых финансово-экономических условиях 2016 года муниципалитетам необходимо повышать налоговые отчисления, сказал на совещании Михаил Игнатьев, а также снижать задолженность по местным налогам и арендным платежам за пользование муниципальным имуществом. Важный вопрос – сокращение численности муниципальных служащих. Министр финансов Светлана Янилина отметила, что со всеми муниципалитетами заключены соглашения о необходимости оздоровления местных бюджетов. Не подписала его только администрация города Чебоксары. Руководители столицы предлагают внести изменения в текст соглашения. Исключилось соглашение, представленное нашего варианта. Первое – это не допускать повышения оплаты трудом. Следующее, что исключили из нашего проекта соглашения, это не допускать необоснованное создание муниципального учреждения. В Чебоксарах в 2015 году на 7% снизились собственные доходы и на 1% выросли расходы на содержание органов местного самоуправления. При этом среднемесячная заработная плата одного сотрудника администрации на 7% выше среднемесячной заработной платы по республике. Глава Чебоксар Леонид Черкесов сказал, что сейчас в администрации работает 435 человек. В ближайшее время ожидается сокращение. На священии было отмечено, что многие функции муниципалитета перешли на республиканский уровень. Это вопросы социальной политики, здравоохранения, жилищной инспекции, долевого строительства, выдачи лицензий. Но появились и новые функции. Мы увеличили часть сотрудников по администрации. Мы говорили, что нужно жилищный контроль усилить, семейный контроль усилить и наводить порядок в этих направлениях. Административную комиссию, которая ведет контроль за территорией, которая штрафует за нарушение правил дорожного движения, за нарушение правил благоустройства, это должны люди делать, сотрудники муниципальных учреждений. Мы видим, что какой-то порядок есть. Технический надзор за объектами, за исполнением контракта их тоже не был реальным. То есть, люди подписывали документы, не вникают. Сейчас вопрос стоит о качестве строительства. То есть, мы поэтому просим подойти к этой ситуации взвешенно. Глава республики поручил сторонам совместно выработать дорожную карту и решить вопрос о подписании соглашения в течение 7-10 дней. Михаил Игнатьев остановился еще на одной важной теме – строительстве высокоэтажных жилых домов в центре города и на набережной Волги. Мы уже портим картину в целом набережной. А сейчас мне высказывают, зачем я позволяю, как глава республики, строить в городе вот такие высокоэтажные здания, которые закрывают вообще малоэтажные здания и портятся архитектуры. В центре города на берегу Волги должны строиться 5-9-этажные дома, которые вписываются в архитектурный комплекс столицы. Сейчас на набережной возводятся 17-20-этажные дома. Обратил внимание руководство города Чебоксары Михаил Игнатьев. Это были решения вообще в 8-9-го года. Тот Альбатрос действительно купил у старкор Александрова Тимофеева. Он купил проект практически с полученными документами. Тогда вывести на сайт, когда они получили разрешение, кто потом продлевал эти разрешения, чьи подписи там стоят, фамильные там, осветитель. Сегодня в мэрии собрали пресс-конференцию, на которой сообщили журналистам, что эскизный проект двух многоэтажек и дома с переменной этажностью был согласован в 2006 году бывшим главным архитектором столицы Чувашии Сергеем Лукьяновым. Спустя три года застройщик получил разрешение на условно разрешенное использование земельного участка. В 2014 году проект прошел не государственную экспертизу, что в конечном итоге позволило начать строительство. До 3 марта 2016 года мы работали по правилам землепользования и застройки, которые были утверждены еще в 2005 году. Как раз застройщик, пользуясь теми правилами землепользования и застройки, и оформил всю разрешительную документацию. Сейчас, что касается исторической зоны, по новым правилам землепользования и застройки, которые мы приняли в марте этого года, там уже более жесткие требования. Многие вопросы так и остались без ответа. Очевидно, тема не будет закрыта. Глава республики поручил соответствующим ведомствам держать ее на контроле. Татьяна Молокова, Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Андрей Спиридонов. Республика. В центре внимания информационные технологии и туризм. Сегодня о развитии этих сфер говорили на заседании Кабинета министров. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Программа развития информационного общества в республике выходит на новый этап. Продолжается модернизация системы электронного документа оборота, расширяется сеть широкополосного интернета, повеличивается количество пользователей порталом государственных и муниципальных услуг. Великторный вид перевернул сегодня в 94 услуги. Также все органы власти, муниципальные, сельские поселения сегодня вошли в эту систему. И доля граждан, которые пользуются сегодня этим механизмом, составляет 40%. Также продолжает работу геопортал Чувашия. На сегодняшний день на геопортале у нас содержится более 100 слоев. С июля 2015 года с помощью информационного ресурса можно узнать информацию о формах собственности на земельные участки. Зашел вопрос о расширении зоны вещания национального телевидения. Пока в административных центрах южных районов не присутствуют операторы кабельных сетей. Касаясь тех районов, которые на самом деле не покрыты, люди поднимают вопрос. Потому что там взять Чемушинский, Яльский, Батарский районы, часть Комсомольского района. Они больше даже получают информацию с республики Татарстан. Население-то там и татарское, и русское, и чуварское. Те люди, которые хотят там услышать на чуварском языке о новостях, что происходит в республике, мы должны доводить. Но наша задача обеспечить. Мы не должны ущемлять права граждан. За развитие туризма в республике будут отвечать и члены Координационного совета. Новый общественный орган намерены создать уже до июня. В проектном постановлении утверждается положение в Координационном совете по развитию туризма Чеварской республики, к задачам которой отнесены определение приоритетных и перспективных направлений развития туризма Чеварской республики, обеспечения взаимодействия заинтересованных сторон, создание благоприятных экономических условий для развития туризма Чеварской республики. В отрасли туризма должны произойти глобальные перемены. Первоочередная задача – установка дорожных указателей, по которым гости республики смогут добраться до особо примечательных мест в деревнях и городах. Вот, допустим, в Алатаре у нас есть Мужской монастырь. Там никто не потеряется. На каждом перегрузке есть указатели. Где-то даже с подсветки. Вот примерно так должно быть. Отдельная тема – выделение дополнительных средств из бюджета на закупку льготных препаратов. Таким образом, утвержденная стоимость программы в 2016 году составит 12 млрд 342,96 млн рублей, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования 10 млрд 494 млн рублей и средств республиканского бюджета 1 млрд 849 млн рублей. Правда, пока, по данным Минздрава, в республике более 150 тысяч человек получают зарплату по серым схемам и медицинскую страховку не имеют. Эту проблему необходимо решать активно, отметил глава региона. Если они на сегодняшний день хотят, как все остальные граждане России, как все остальные пациенты получать соответствующую медицинскую помощь на безвозмездной основе, то они с государством должны делиться. Если не хотят, пожалуйста, полностью на платную установить, кроме неотложной медицинской помощи. Члены Кабинета Министров утвердили введение в республике особого противопожарного режима. Уже в конце мая в районах ограничат посещение лесов и установят штрафы за нарушение правил. Глава республики предложил возродить ночные дозоры в деревнях и селах. Эдрик Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика. Многофункциональный Центр оказания госуслуг в Шумерли переехал в новое помещение. Он оформлен в фирменном стиле «Мои документы». И здесь есть все, чтобы получить госуслуги. Зал ожидания и информирования, сектор приема, столы для заполнения бланков и даже комната для самых маленьких посетителей. На открытии побывала и наша съемочная группа. Мария Албакова пользуется услугами многофункционального центра достаточно часто. Рассказывает, что новое помещение гораздо удобнее и функциональнее. Услугами МФЦ пользовалась, но когда располагалась в здании администрация. Сейчас, конечно, безусловно, очень приятно посетить новое здание и увидеть красивый интерьер. Конечно же, он отличается. Любую справку получить о составе семьи, стать как молодая семья. Очень удобно. Принцип одного окна. Ранее многофункциональный центр в Шумерли располагался в здании городской администрации. Там работали три окна. По нормативам на почти 30 тысяч жителей нужно шесть. В месяц в среднем мы обслуживаем 1300 граждан. Граждане приходят за разными услугами. В основном это пособия при рождении ребенка, получение снилса, прописка, получение замены паспорта, регистрация индивидуальных предпринимателей, получение выписок из лицевых счетов. Всего в новом МФЦ Шумерли будут оказываться 147 государственных и муниципальных услуг. Помещение оформлено в фирменном стиле «Мои документы», который принят во всех многофункциональных центрах по всей России. Здесь есть просторный зал ожидания и информирования, секторы приема, стойки и столы для заполнения бланков. Везде установлено современное мультимедийное оборудование. Есть и детская комната, где юным шумерлинцам будет не скучно дожидаться своих родителей. Кстати, большую помощь в создании нового центра оказали предприниматели Шумерли. Глава администрации просто предложил такую идею, а что, если нам все вместе сделать и открыть МФЦ, не было ни одной секунды сомнений, что это делать надо. Бизнес без этого не может работать просто, невозможно. И поэтому деньги, которые потрачены, они потрачены на нас, на наших горожан, на благоустройство города Шумерли. Это невысокие слова. Я знаю прекрасно, что если мы не будем вкладывать, то город жить не будет. Вы сами понимаете, любые вопросы, передавая в одно окно, она выходит легко, без всяких волокиты. Шумерлинский центр – своеобразный пример государственно-частного партнерства. Такое взаимодействие продолжится. В начале года было подписано соглашение между федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг. 29 многофункциональных центров в республике, 232 окна открыты на базе модельных библиотек. И сегодня они все очень востребованы населением. Мы покрываем, был указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича, где мы должны были обеспечить 90% охват жителей республики услугами МФЦ в режиме одного окна. Сегодня по республике это показатель 94, то есть 94% жителей могут прийти, воспользоваться этими услугами. Услугами единого окна, муниципальными, государственными услугами. В 2016 году на базе МФЦ будет реализовываться пилотный проект по созданию одного окна для оказания услуг предпринимателям. Это будут либо самостоятельные бизнесы МФЦ, либо отдельный блок в уже существующих центрах. Такая система позволит обеспечить максимальный доступ к единому окну предпринимателей. Сейчас определяются пилотные регионы, которые смогут войти в программу. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Группа волонтеров под эгидой Красного Креста организовала в столице республики чемпионат по оказанию первой помощи. Его участники – будущие медики и ученики столичных школ. Уметь оказывать экстренную помощь должны мы всем. Ведь нет ничего дороже, чем человеческая жизнь. Соревнования проходили в нетипичных для городских жителей условиях. В лесном массиве Лакреевского парка была организована игра по станциям, где студенты столичных вузов и СУЗов предлагали участникам квеста ситуации с жизнью. Вам кажется, что ей стало плохо? Внезапно она теряет создание и падает прямо на асфальт. Вы подходите к ней поближе, вы понимаете, что девушка без сознания и не дышит. Начали кричать. Не трогайте ее, вы убедите ее, что вы делаете? Потери сознания, приступ эпилепсии, инсульт, обморожение и венозное кровотечение. Всех потерпевших удалось спасти. Правда, времени на это ушло больше предусмотренного. В любом случае, участники квеста, а это ученики столичных школ, получили бесценные уроки на всю жизнь. Оказывать первую помощь должен уметь каждый человек. Вне зависимости от того, в каком-то отношении ты имеешь к медицине, либо нет. Очевидцы – это самые главные спасатели в той или иной чрезвычайной ситуации. Чемпионат по оказанию первой помощи проходит впервые в Чебоксарах. Очень надеемся, что такой чемпионат у нас станет уже и республиканским. В Чебоксарах перед судом предстанут организаторы незаконного и горного бизнеса. Уголовное дело в отношении них уже завершено. На скамье подсудимых окажутся 10 человек. Следователи установили, что организованная преступная группировка была создана 4 года назад. За все это время злоумышленникам удалось создать целую сеть подпольных игровых салонов. Всего в Чебоксарах действовало 19 точек, законспирированных под видом интернет-кафе, букмекерских контор и дилинговых центров. Причем договоры аренды на помещение заключены с индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Московской области. Следователям удалось установить, что за все годы работы подпольные казино принесли руководителям более 300 миллионов рублей. У членов ОПГ изъяли 500 игровых автоматов и 30 компьютеров. В целях установления объективной истины проведено 12 судебных компьютерно-технических экспертиз, заключение которых подтвердили факты подключения компьютеров к веб-ресурсам по принципу интернет-казино, а также использование мобильных телефонов членами ОПГ для связи между собой в целях обеспечения функционирования игорных заведений. По делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек. По ходатайству следователя судом наложено арест на принадлежащее обвиняемым имущество. Три земельных участка, два жилых дома, два нежилых здания, прицеп, семь автомобилей, в том числе Lexus, BMW и Nissan Almera, а также денежные средства на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Новый арт-объект столицы Чувашия перед музеем имени Чапаева появился памятник легендарной Тачанке. Эх, Тачанка-Ростовчанка! Эту песню помнят многие, особенно старшее поколение. Напоминание о лихих атаках красной конницы в период гражданской войны. Особым интересом боевая Тачанка пользовалась у махновцев, да и родилась она без всякого сомнения в всех краях. Но для нас она интересна как память о легендарном герое гражданской войны Василии Ивановича Чапаеве. Опираясь на архивы, можно предположить, что именно Тачанка была для него излюбленным средством. Сейчас окунуться в прошлое может каждый житель и гость столицы Чувашии. Эта пулеметная Тачанка теперь украшает сквер имени Чапаева. Это, конечно, не настоящая Тачанка. Увести ее, как думают многие жители города, достаточно сложно. Вот весит она полтонны, колеса у нее не крутятся. Это просто обычный контактный памятник, где жители города могут подойти, посмотреть частично, конечно же, устройство и сфотографироваться за пулеметом. Основная задача этого памятника как раз и состоит в том, чтобы повысить привлекательность, в том числе и сквера, и самого музея Чапаева. В первую очередь данный контактный памятник, конечно же, ориентирован на туристов и на их привлечение в наш город. Это один из первых очень серьезных и интересных контактных памятников у нас. Потому что любителей военной истории, любителей техники, любителей вооружения, конечно же, немало, и в том числе и в нашем городе. Еще один подобный контактный памятник должен появиться в мемориальном комплексе Победы. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот день глазами корреспондентов программы Республика. Я Галина Титарчук, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин